Чтобы газ приносил тепло и уют и не стал источником бед. Регулярно проверять исправность плиты, газовые колонки, работу вентиляционного канала. О мерах безопасности жителям республики напомнили специалисты. Раз в год обязательный осмотр и техническое обслуживание. Газовое оборудование требует постоянного внимания специалистов. Плита, газовая колонка или индивидуальный котел – все, что работает на природном топливе, должно быть исправно. Очень хорошо, что даже стало сейчас ежегодно проверяться. Проверяют газовую плиту, вентиляцию. Всегда надо следить за этим оборудованием, чтобы не было чрезвычайных происшествий. Регулярно посещают, нас спрашивают. Пока у меня проблем никаких не было, никакого запаха газа я дома не чувствую. У меня есть котел, у меня есть газовая плита. Естественно, оно все оборудование, счетчики, платье, как положено. И все же сознательных владельцев газового оборудования, которые заключили со специализированной организацией договор на техобслуживание, пока в Чувашии не 100%. Да и не все помнят, что перед зажжением газовой плиты необходимо проверить тягу и открыть форточку, чтобы не отравиться угарным газом. Эти и другие важные правила безопасности специалисты газового хозяйства напомнили жителям Чувашии. Представители Газпром газораспределения Чебоксары во главе с генеральным директором Киемидином Мефтохуддиновым побывали на различных предприятиях республики. Руководитель компании вел разъяснительную работу в Канаше. Задача каждого потребителя – это правильная эксплуатация, соблюдение всех правил требований при эксплуатации газового оборудования. Это тяга, это открытые форточки, исправность газового оборудования. И поэтому мы обязаны двух сторон. Поставщика, эксплуатирующая организация, потребитель газа. Поставщиком договора поставки газа, а эксплуатирующая организация на технические обслуживание – это обязанность каждого потребителя, каждого абонента. Потребителей газа в Чувашии более 500 тысяч. В эксплуатации находится свыше 800 тысяч единиц оборудования. За то, что установлено в квартире, отвечает собственник. И когда он отказывается пускать специалистов, приходится идти на крайние меры. Газ будет удобен в быту, если помнить про обязательные правила газовой безопасности. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!